Верёвочники Верёвочники Ну да, есть такая тема Все любят похохотать Пошутить по этому поводу Но ничего плохого Вот мы пожалуйста, верёвочники, кабельщики Катерщики, если уж так посмотреть Хотя мы на катере не катаемся У нас такой вейксерфинг Катание на доске За катером, но без фала Чисто на серфовой волне, которая за ним Получается Также с нами рядышком Есть и кайтсерфинг Их тоже В шуточку называют чайными пакетиками Вот, поэтому Знаете, тут смешных Моментов может быть много Это всё смежные виды спорта Около скольжения, около воды Близкие к серфингу и, наверное, законодательству Всё-таки серфинг, всё движется за ним Сёрф-тусовка, которая в Петербурге и в Москве пересекается в 90% случаев По сравнению с прошлым годом Вот этот формат, который здесь был С одним падением, там и в финале две попытки Это было интересно Единственное, что вот опять же утро И все поленились просто приехать сюда И участников было чуть меньше, зрителей Зимой такой режим, что так как мы катаемся в бассейне Днём в бассейне плавают люди А вечером, там, начиная с 10-11 часов И это до 12 до часу ночи Катаемся мы Поэтому, когда ты в час только закончил кататься Приехал домой, это два часа Пока собрался, лёг, это уже полтреть И спишь, там, я сплю до часу Летом на открытой воде катаешься Во-первых, это лето И это, ну, что-то Хоть этот спорт уже, ну, да, там Плюс-минус 20 лет в России Но он всё равно до сих пор остаётся новый Он только развивается Плюс лучше с бассейна начинать кататься Вот единственная рекомендация Бассейн, тёплая вода Больше шансов что-то попробовать И, соответственно, больше попыток Меньше физические нагрузки Вейкбордистов стало в Петербурге За последние несколько лет в разы больше Их действительно, там, не 100 человек Не 200, не 300, а больше 1000 Или даже 2 У нас в пользователях сейчас 2000 с лишним человек Постоянных наших клиентов 5000 человек у нас значится в группе В соцсетях Начало истории, к примеру, Кингвинч Начинается с 2007 года В начальном озере Там всё было построено Это был фактически первый вейк-парк В Петербурге Там Токсово ещё что-то ребят строили А сейчас этих вейк-парков в Петербурге Я думаю, что к 12 Если посчитать Прогресс налицо 10 лет прошло В 10 раз больше вейк-парков стало Есть российская федерация вейкбординга IWWF Мы имеем сейчас статус этих соревнований Как чемпионат Санкт-Петербурга По вейкборду электротяга Зимний открытый чемпионат Значит, это общероссийская федерация Поэтому имеется там база всех российских райдеров Ну и она постоянно пополняется Потому что люди прогрессируют, растут Потихонечку участвуют в соревнованиях Естественно, эту базу пополняют Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»